Кретинина Мария Васильевна Пахомова Тамара Сергеевна Лукьяненко Антонина Ильинична Тенинёва Ульяна Алексеевна Слово предоставляется главе администрации Ленинского района Республики Крым Ивановой Светлане Геннадьевне Уважаемые тираны, сегодня самый знаменательный день для каждого советского человека День Победы – это праздник всенародный, это символ силы, мужества, отваги Уже далеко от нас военные дни, но всё чаще и чаще напоминают нам осколки истории Вчера в селе Батальном было перезахоронено 82 советских воина Это навсегда для нас всех самый главный ориентир в жизни Символ силы воли и любви к Родине Дорогие ветераны, от всей души поздравляю вас с праздником Желаю вам крепкого-крепкого здоровья Пусть каждый день будет наполнен счастью и радости А молодое поколение с достоинством будет нести вахту памяти С праздником вас, с Днём Победы! Слово предоставляется депутату Государственного Совета Республики Крым Марченко Олегу Александровичу Дорогие жители района, гости и присутствующие От всей души поздравляю вас с великим праздником 74-й годовщины Победы Великой Отечественной войны 9 мая это самый дорогой и почитаемый день для всей страны Для каждого её жителя Наша Победа не ушла в прошлое Это живая Победа, обращённая в настоящее будущее Мы всегда будем помнить подвиг наших отцов и дедов Только благодаря их смелости, отваге и любви к Родине Мы сегодня живём в свободной и великой стране Мы гордимся своей историей, храним и приумножаем эту память О греческих делах и подвигах В этот праздничный день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья на долгие годы Слово предоставляется председателю района общественной организации социальной поддержки ветеранам войны, труда, воинской службы и правоохранительных органов Кориановской Екатерине Викторовне Добрый день всем присутствующим, с праздником, с Днём Победы! И, конечно, особое внимание сегодня вам, участникам боевых действий, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, детям войны Вот уже 74 года, как отгремели взрывы той страшной кровопролитной войны Но до сих пор, дорогие мои ветераны, вас тревожат воспоминания тех событий и от них никуда не уйти Хотим сказать спасибо ветеранам, кто пережил Великую войну За вашу седину, за ваши раны, за то, что от врага спасли страну С каждым годом вас остаётся всё меньше и меньше И на сегодняшний день с живых свидетелей, участвовавших в этих событиях, в нашем посёлке осталось 5 человек Это волос Елена Михайловна, Борисенко Пётр Антонович, Буянов Александр Михайлович, Ларионов Дмитрий Павлович, Трубинок Иван Игнатьевич Десять дней не дожил до Дня Победы Якомышин Василий Александрович Дорогие ветераны, и ещё раз с Днём Победы Пусть мир, подаренный вами, новые поколения оценят по достоинству И выразят все возможные слова благодарности за совершённый вами подвиг В радостный и светлый день Победы Желаю всем присутствующим мирного неба над головой Оптимизма, счастья и здоровья ещё на долгие-долгие годы Писаны в историю страны доблесть и мужество страницы О героях, павших и живых, пусть навечно память сохранится Слово предоставляется нашему гостю, Филатову Юрию Викторовичу Жителю города Новосибирска, двоюродному племяннику Плотниковой Александры Петровны Одной из организаторов и руководителей Марфовско-Мариентальской подпольной организации В годы второй оккупации Керченского полуострова Здравствуйте, уважаемые руководители, уважаемые жители Ленинского района, уважаемые ветераны, дорогие гости Я прибыл на территорию вашего района в составе делегации Которая организована совместными усилиями правительства Республики Крым и Новосибирской области Моя родственница Плотникова Александра Петровна была членом Мариентальской подпольной организации В январе 1944 года зверски замучена немецко-фашистскими оккупантами и их пособниками Также мне поручено передать родную землю с родины Героя Советского Союза Выглазова Григория Исаевича, погибшего в 1942 году на территории вашего района Он захоронен в братской могиле села Глазовка Эти люди и их сослуживцы отдавали свои жизни, жертвовали за свободную независимость нашей великой страны Нашего великого народа, не разделяя его по национальному и территориальному признаку проживания Только чтя, уверен, что только чтя подвиг всех погибших за освобождение нашего Отечества Подвиг всех ветеранов Мы можем надеяться на будущее, великое будущее нашей страны И противостоять всем современным угрозам и вызовам Поздравляю всех с праздником Великой Победы Желаю всем жителям вашего района успехов и процветания Спокойной, созидательной, мирной жизни под мирным небом Спасибо за внимание Наша страна живет мирно уже 74 года Выросло не одно поколение, не знающее, что такое война Однако каждый день мы слышим о новом конфликте между народами О новой детской беде И поэтому о событиях тех страшных военных лет мы не имеем права забывать Такое не должно повторяться Отмените войну Для вас поет Севиля Иссамединова Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы больше не будем власть Мы больше не будем бояться Мы никогда не забудем тех, кто погиб в боях за нашу Родину Мы никогда не забудем о тех страшных годах войны, о тех годах, живой легендой ставших, о солдатах-освободителях, прямо из мирной жизни шагнувших в бессмертие. Памяти павших смертью храбрых за свободу и независимость нашей Родины гирлянды славы возложить. КОНЕЦ КОНЕЦ Тише, друзья! Замрите, люди! Минутой молчания память героев почтите. В память о тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны и всех тех, кто ушел от нас, не дожив до этой даты, объявляется минута молчания. Минутой молчания Кобелиску славы венок от благодарных жителей поселка Ленина возложить. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ